Была выстроена четкая перемеда власти. Да, Адольф Гитлер был наверху, конечно, но у него были вот эти все вожди, которые, ну, меньше его калибра, но они были. Геббельс, Геринги и так далее. В Латвии этого такого не было. В Латвии была Уманис, был кабинет министров, который тоже состоял из двух частей. И малого кабинета министров, и большого кабинета министров. Вся власть единолично находилась вот в руках одного человека, который лично ходил по рынкам, проверял качество масла, который лично объезжал поля, проверял, как растет пшеница. Беларусь, ну, вот такое. Все, больше никакого, никакой институции не было. То есть не было парламента, который бы это или одобрял, или не одобрял.